— А что, мама, тряхни стариной, приезжай. В Москву поглядишь и вообще. А денег я на дорогу тебе вышлю. Только добирайся лучше самолетом, это и дешевле станет. И телеграмму сразу дай, чтобы я знал, когда встречать. Ну, в общем, главное, не трусь. Бабка Маланья прочитала это, сложила сухие губы трубочкой и задумалась. — Зовет Павел-то к себе, — сказала она Шурке, — поглядела на него поверх очков. Шурка — внук бабки Малани, сын ее дочери. У дочери как-то не клеилась личная жизнь, третий раз уже вышла замуж. Бабка уговорила ее отдать ей пока Шурку. Она внука любила, но одержала его в строгости. Шурка делал уроки за столом. На слова бабки пожал плечами, мол, поезжай, раз зовет. — У тебя когда каникул-то? — спросила бабка строго. — Шурка навострил уши. — Какие каникулы? — Зимние. — Какие же еще? — Летние, что ли? — С первого января. — А что, бабуль? Бабка опять сделала губы трубочкой, задумалась. А у Шурки тревожно и радостно сжалось сердце. — А что, бабуль? — еще раз спросил он. — Ничего, учи, знай. Бабка спрятала письмо в карман передника, оделась и вышла из избы. Шурка подбежал к окну, посмотреть, куда она направилась. У ворот бабка Маланя повстречала соседку и стала громко рассказывать. — Зовет Павел-то в Москву, погостить. Прям не знаю, что делать. Ума не приложу. — Приезжай, — говорит мам, — шибко я по тебе соскучился. Соседка что-то отвечала. Шурка не слышал, что. А бабка ей снова громко говорила. — Оно, знамо дело, можно бы. Внучат-то ни разу не видела еще. Только по карточке. Да шибко уж страшно. Около них остановилась еще бабка, потом две бабы, потом еще одна подошла, потом еще. Скоро вокруг Малании собралась изрядно народа. И она снова и снова начинала рассказывать. — Зовет Павел-то к себе в Москву. Прям не знаю, что делать. Но видно было, что ей все советуют ехать. Шурка сунул руки в карманы и стал ходить по избе. Выражение его лица было мечтательным и тоже задумчивым. Ну, как у бабки. Он вообще очень походил на бабку. Такой же сухощавый, скуластенький, с такими же маленькими умными глазами. Но характеры у них были вовсе не схожие. Бабка энергичная, жилистая, крикливая, очень любознательная. Шурка тоже любознательный, но застенчивый до глупости, скромный и обидчивый. Вечером составляли телеграмму в Москву. Шурка писала, бабка диктовала. Дорогой сынок Паша, если уж ты хочешь, чтобы я приехала, то я, конечно, могу. Хотя мне на старости лет. Привет, перебила ее Шурка. Ну, кто ж так телеграммы пишет? А как надо, по-твоему, удивилась бабка. Приедем, точка. Или так. Приедем после Нового года, точка. Подпись мама. Все. Бабка даже обиделась. В шестой класс ходишь, Шурка. А понятия никакого. Надо ж умнеть помаленьку. Шурка тоже обиделся. Пожалуйста, сказал он. Мы так знаешь, на сколько напишем? Рублей на двадцать, по старым-то деньгам. Бабка сделала губы трубочкой, подумала. Ну, пиши так. Сынок, я тут посоветовалась кое с кем. Шурка снова отложил ручку. Я не могу. Кому это интересно, что ты тут посоветовалась кое с кем? Нас же на почте на смех поднимут. Пиши, как тебе говорят, приказала бабка. Что я для сына двадцать рублей пожалею. Шурка взял ручку и, снеходительно сморщившись, склонился к бумаге. Дорогой сынок Паша, поговорила я тут с соседями. Все советуют ехать. Конечно, мне на старости лет боязно маленько. На почте все равно переделают, вставил Шурка. Пусть только попробуют. Ты и знать не будешь, снова сказал Шурка. Пиши дальше. Мне, конечно, боязно маленько, но уж ладно. Приедем после Нового года, точка. С Шуркой. Он уж теперь большой стал. Но ничего, послушный парень. Шурка эти слова пропустил. Насчет того, что он стал большой и послушный. Мне с ним не так боязно будет. Пока, до свидания, сынок. Я сама была сшибка. Шурка написал жутко. Шурка соскучилась. Ребятишек твоих хоть посмотрю, точка, мама. Посчитаем, злорадно сказал Шурка. И стал тыкать пером в слова и считать шепотом. Раз, два, три, четыре. Бабка стояла за его спиной и ждала. Пятьдесят восемь, пятьдесят девять, шестьдесят, так? Множим шестьдесят на тридцать. Одна тысяча восемьсот, так? Делим на сто, имеем восемнадцать. На двадцать с чем-то рублей, торжественно объявил Шурк. Бабка собрала телеграмму, спрятала в карман. Сама на почту пойду. Ты тут насчитаешь громотей. Пожалуйста, обиделся Шурк. То же самое будет. Может, на копейки какие-нибудь ошибся. Часов в одиннадцать к ним пришел Егор Лизунов, сосед, школьный завхоз. Бабка просила его домашних, чтобы, когда он вернется с работы, зашел к ней. Егор много ездил на своем веку, летал на самолетах. Егор снял полушубок, шапку, пригладил за скоростными ладонями сидеющие потные волосы, сел к столу. В горнице запахло сеном и сбруей. Значит, лететь хотите, сказал он. Бабка полезла под пол, достала четверть с медовухой. Лететь, Егор. Расскажи все по порядку, как и что. Да к чего ж тут рассказывать. Егор не жадно, а как-то даже немножко снисходительно смотрел, как бабка наливает пиво. Доедете до города. Там сядете на Бийск-Томск. Доедете на нем до Новосибирска. А там спросите, где городская воздушная касса. А можно сразу до рапорта ехать. Ты погоди, перебила его Маланья. Заладил. Можно, а можно. Ты говори, как надо, а не как можно. Да помедленней. То свалил все в кучу. Бабка подставила Егору стакан с пивом. Строго посмотрела на него. Егор потрогал стакан пальцами, погладил. Ну, я говорю, доедете, значит, до Новосибирска. Сразу спрашиваете, как добраться до рапорта. Запоминай, Шурка. Шурка, записывай, велела бабка. Шурка вырвал из тетрадки чистый лист. Стал записывать. Доедете до Толмачева. Там опять спросите, где продают билет до Москвы. Возьмете билеты, сядете на Ту-104. И через пять часов в Москве будете. В столице нашей Родины. Бабка, подперев голову сухим маленьким кулачком, горестно слушала Егора. Чем больше тут говорил, чем проще представлялась ему самому эта поездка, тем озабоченней становилось ее лицо. В Свердловске, правда, сделаете посадку, заметил Егор. Зачем? Надо. Там нас не спрашивают. Сажают и все. Егор решил, что теперь можно и выпить. Ну, за легкую дорожку. Держи, сказала Маланя. Нам в Свердловске-то надо самим попроситься, чтобы посадили, аль там всех сажают. Егор выпил, смачно крякнул, разгладил усы. — Всех. Хорошее пиво у тебя, Малань Васильевна. Как ты его делаешь-то? Научила бы мою бабу. Бабка налила ему еще стакан. Когда скупиться перестанете, тогда и пиво будет хорошее. Как это не понял Егор? Сахару побольше кладите. То ведь вы все подешевле, да посердите и старайтесь. Сахару больше кладите в хмелину-то, вот и будет пиво. А на табаке его настаивать же, ну, стыдоба. — Да, — задумчиво сказал Егор. Поднял стакан, уважительно поглядел на бабку, на шурку, выпил. — Да, — еще раз сказал он. — Так-то оно так, конечно. Ну, в общем, в Новосибирске, когда будете, смотрите, не оплошайте. А что такое? — Да так, все может быть. Егор достал кисет, закурил, выпустил из-под усов громадное белое облако дыма. — Главное, конечно, когда приедете в Толмачево, не спутайте кассы. То во Владивосток можно улететь. Бабка не на шутку встревожилась и поставила Егору третий стакан. Егор его выпил сразу, крякнул и стал развивать свою мысль. Бывает как, подходит человек к восточной кассе и говорит мне билет. А куда билет, он не говорит, даже не спросит. Ну, летит человек совсем в другую сторону, так что смотрите. Бабка налила Егору четвертый стакан. Егор вдруг размяк, начал говорить с удовольствием. — На самолете лететь — это надо нервы да нервы. Вот он поднимается, тебе сразу конфетку дают. — Конфетку? Ну, а как же? Мол, забудься, не обращай внимания. А на самом деле это самый опасный момент. Или тебе, допустим, говорят, привяжись ремнями. Ты спрашиваешь, зачем? А тебе так положено. — Положено. — Скажи прямо, можем навернуться. И все. А то положено. — Господи, — сказала бабка, — господи. Зачем же лететь-то на нем, если так? — Ну, Егор посмотрел на чистверть спьем. Волков боятся в лес не ходить. Вообще реактивный и не, конечно, понадежней. Пропеллерный тот может в любой момент сломаться. Ну и пожалуйста. Потом горят они часто, эти моторы. Я вот раз летел с Владивостока. Егор поудобнее устроился на стуле, закурил новую. Опять посмотрел на четверть спьем. Бабка даже не пошевелилась. — Летим, значит, я смотрю в окно, горит. — Свят, свят, — сказала бабка. Шурка тоже приоткрыл рот. Слушал. — Ну, я-то, конечно, закричал, — прибегает летчик. В общем, ничего, отматерил меня. Чего ты, говорит, панику поднимаешь? Там горит, а ты не волнуйся, сиди. Такие порядки у них в этой авиации. Шурке показалось это неправдоподобным. Он ждал, что летчик, увидев пламя, будет его сбивать. Ну, скоростью. Или сделает вынужденную посадку. А он вместо этого отругал Егора. Очень странно. — Я одного не понимаю, — продолжал Егор, обращаясь к Шурке. — Почему пассажирам не дают парашютов? Шурка пожал плечами. Он не знал, что пассажирам не дают парашютов. Это, конечно, странно, если так. Егор ткнул папиросу в цветочный горшок, привстал, налил сам из четверти. — Ну и пиво у тебя, Маланья. — Ты шибко-то не налегай, — сказала бабка. — Захмелеешь. — Пиво просто... Егор покачал голову и выпил. — Хух! Но реактивные, я вам скажу, тебе тоже опасны. Тот, если что сломалось, летит топором вниз. Тут уж сразу. Костей потом не соберут. Триста грамм от человека остается вместе с одеждой. Егор нахмурился и внимательно посмотрел на четверть. Бабка взяла ее и унесла в прихожую комнату. Егор посидел еще немного и встал. Его слегка качнуло. — А вообще-то не бойтесь, — громко сказал он. — Садитесь только подальше от кабины в хвост и летите. — Ну, я пойду. Он грустно прошел к двери, надел полушубок, шапку. — Поклон Павл Сергеевичу передавайте. Ну, пиво у тебя, Маланья, просто... Ах! Бабка была недовольна, что Егор так скоро захмелел. Не поговорили толком. — Слабый ты какой-то, Егор, стал, — сказала она. — Утомился поэтому, — Егор снял с воротника полушубка соломинку. — Говорил нашим деятелям, — давайте вывезем летом сено. — Нет. А час после бурана дороги позанесло. Весь день сегодня пластались, на силу к ближним стогам пробились. — Да еще пиво у тебя такое. Егор покачал головой, засмеялся. — Ну, я пошел. Не робейте, летайте. Садитесь только подальше от кабины и до свидания. — До свидания, — сказал Шурка. Егор вышел. Слышно было, как он осторожно спустился с высокого крыльца, прошел по двору, скрепнул калиткой и на улице негромко запел. Раскинулось море широко и замолчал. Бабка задумчиво и горестно смотрела в темное окно. Шурка перечитывал то, что записал за Егором. — Страшно мне, Шурка, — сказала бабка. — Летают же люди. — Поедем лучше на поезде. — На поезде как раз все мои каникулы на дорогу уйдут, — сказал Егор. — Господи, господи, — вздохнула бабка. — Давай писать Павлу, а телеграмму аннулируем. Шурка вырвал из тетрадки еще один лист. — Значит, не полетим, — спросил он. — Куда же лететь, — сказала бабка. — Страсть такая, батюшки мои. Соберут потом триста грамм. Шурка задумался. — Пиши, дорогой сынок Паша, посоветовалась я тут со знающими людьми. Шурка склонился к бумаге. — Порассказали они нам, как летают на этих самолетах. — А мы уж с Шуркой решили так. — Поедем летом на поезде. — Оно знамо можно быть теперь, но у Шурки шибко короткие каникулы получаются. Шурка секунду-две помешкал и продолжал писать по-своему. — А теперь, дядя Паша, я пишу тебе это от себя. Бабушку нашу напугал Егор Лизунов, завхоз наш, если помните. Он, например, привел такой факт. Выглянул, говорит, в окно, и вижу, горит мотор. Если бы это было так, то летчик стал бы сшибать пламя скоростью, как это обычно делается. Я предполагаю, что он увидел пламя из выхлопной трубы и поднял панику. Вы, пожалуйста, напишите бабушке, что это не страшно, но про меня, что это я вам написал, не говорите, а то она летом тоже не поедет. Тут огород пойдет, свината разная, куры, гуси, она от них сроду не уедет. Мы же все-таки сельские жители еще. А мне ужасно охота в Москву поглядеть. Мы ее проходим в школе по географии, но это, сами понимаете, не то. А еще дядя Егор сказал, например, что пассажирам не дают парашюты. Это уже шантаж, но бабушка верит. Пожалуйста, дядя Паша, пристыдите ее. Она же вас ужасно любит. Так вот вы ей скажите, как же это так, мама? Сын у вас сам летчик, герой СССР, много раз награжденный, а вы боитесь летать на каком-то несчастном гражданском самолете? В то время, когда мы уже преодолели звуковой барьер? Напишите так, она вмиг полетит. Она же вами гордится очень. Конечно, заслужена. Я лично тоже горжусь. Но мне ужасно охота глянуть на Москву. Мы и по истории ее проходим. Ну пока. До свидания. С приветом, Александр. А бабка между тем все диктовала. Поближе туда к осени поедем. Там и грибки пойдут, солонинки какой-нибудь можно успеть приготовить, варенье сварить облепишного. В Москве-то ведь все скупли. Да и не сделают они так, как я по-домашнему сделаю. Вот так, сынок. Поклон жене своей и ребятишкам от меня и от Шурки. Все, пока. Записал? Записал, кивнул Шурка. Бабка взяла лист, вложила в конверт, сама написала адрес. Москва, Ленинский проспект, 78, квартира 156. Герою Советского Союза, Любавину Павлу Игнатьевичу. От матери его из Сибири. Адрес она всегда подписывала сама. Знала, что так дойдет. Вернее. Вот так. Не тоскуй, Шурка, летом поедем. А я и не тоскую, сказал Шурк. Но ты таки помаленьку собирайся. Возьмешь, да надумаешь лететь. Бабка посмотрела на внука подозрительно, но ничего не сказала. Ночью Шурка слышал, как она ворочалась на печке, тихонько вздыхала и что-то шептала. Шурка тоже не спал. Думал. Много необыкновенного сулила жизнь в ближайшем будущем. О таком даже не мечталась никогда. Шурка позвала бабка. А, Павла-то, наверное, в Кремль пускают. Наверное, а что? Побывать бы там разок хоть, а? Посмотреть. Туда сейчас всех пускают. Бабка некоторое время молчала. Так тебе и пустили всех, недоверчиво сказала она. Нам Николай Васильевич рассказывал. Еще с минуты помолчали. Ну ты тоже, бабонька. Где там смелая, а тут испугалась чего, сказал Шурка недовольно. Спи, знай, приказала бабка. Храбрец. Сам первые штаны наложишь. Спорим, не испугаюсь. Спи, сказала бабка, то завтра в школу не добудешься. Шурка затих.